Прочитай таблицу и заполни пропуски. Здесь дана тема was, were. Был или были. Повторим. Was употребляется с местоимениями в единственном числе. Это местоимения I, я. He, он. She, она. It, оно. В употребляется с местоимениями you, которое переводится ты или вы. Местоимения we, мы. И they, они. То есть в простых утвердительных предложениях affirmative после местоимения ставится was или were. Первый пропуск после it ставим was, потому что это единственное число. Второй пропуск you после you ставим were. В отрицательных предложениях negative после was ставится not, краткая форма wasn't. После were тоже ставится not и краткая форма weren't. Пропуск номер три. Пропуск номер три. You were not и краткая форма weren't. Интерогатив. Это вопросительные предложения. Was или were ставится на первое место. Четвертый пропуск she. С ним употребляется was. Значит вопрос будет was she late? Пятый пропуск they late. They употребляется were. Were they late? Short answers, короткие ответы. Шестой пропуск no he wasn't. Седьмой no we weren't. И восьмой yes you were. Номер два. Complete with was a were. Нужно заполнить предложение с пропущенными словами. Был или были. Первое предложение. Тонар at the cinema last Sunday. Тонар был в кино прошлым воскресеньем. Тонар можно заменить местоимением he. Это единственное число, поэтому ставим was. Хелен и Дамир at school yesterday. Елена и Дамир были вчера в школе. Здесь два человека. Можно заменить местоимением they. Они. Поэтому выбираем were. Третье. Сирук at work yesterday. Сирук был вчера на работе. Можно заменить местоимением he, он. Это единственное число. Выбираем was. Четвертое. We at home last night. Мы были дома прошлой ночью. We это множественное число, поэтому выбираем were. Пятое. Она была очень грустная вчера. С she употребляется was. Номер три. Write sentences as in the example. Напиши предложение, как показано в примере. Use wasn't or weren't. Рассмотрим пример. Сауран not be at home last Sunday. Сауран не был дома в прошлое воскресенье. Значит, нужно составить. Сауран wasn't at home last Sunday. Сауран можно заменить местоимением he, он. Поэтому используем was. Отрицательная форма wasn't. Номер два. They not be at home last month. Они не были в Риме. В прошлом месяце. They используется were. Здесь отрицательная форма. Значит, weren't. They weren't in Rome last month. Третье. Милена not be at the party. Милена не была на празднике. Милена можно заменить местоимением she, она. Значит, используем was. Отрицательная форма будет wasn't. Милена wasn't at the party. Четвертое. I not be at the gym yesterday. Я не был в спортивном зале вчера. С местоимением I используется was. Отрицательная форма wasn't. I wasn't at the gym yesterday. Пятое. You not be at Jane's house. Ты не был у Jane дома. С местоимением you используется were. Отрицательная форма weren't. You weren't at Jane's house. Четвертое задание. Complete with was or were, then answer the questions. Заполни с помощью was или were, и потом ответь на вопросы. Нам дана таблица. Слева мы видим дни недели. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. По верхней части таблицы даны имена детей. Юлия, Питер и Джан Конгир. Рассмотрим пример. Was Julia at the zoo last Monday? Была ли Юлия в зоопарке в прошлый понедельник? Юлия можно заменить местоимением she, она, поэтому выбираем was. Теперь, чтобы ответить на вопрос, нужно найти в таблице имя Юлия и пересечение с Мандой, понедельником. Это будет home, то есть в это время она была дома, не в зоопарке. Значит, нужно дать отрицательный ответ. No, she wasn't. Итак, начнем. Номер два. Питер и Джан Конгир at the gym last Monday. Были ли Питер и Джан Конгир в спортивном зале в прошлый понедельник? Это два человека, можно заменить местоимением they. Значит, выбираем were. Теперь для ответа найдем их имена напротив понедельника, Monday. И у того, и у другого gym. Значит, они были в спортивном зале. Ответ должен быть положительным. Yes, they were. Номер три. Джан Конгир at the park last Thursday. Был ли Джан Конгир в парке в прошлый четверг? Джан Конгир это один человек. Можно заменить местоимением he, поэтому выбираем was. Теперь для ответа ищем его имя напротив четверга. Это зоопарк, zoo. Значит, в парке он не был. Ответ нужно сделать отрицательным. No, he wasn't. Четвертое предложение. Юлия at the theater on Wednesday. Была ли Юлия в театре в среду? Юлия можно заменить местоимением she, она, поэтому пишем was. Теперь для ответа ищем ее имя напротив среды, Wednesday. Она была в театре. Значит, ответ положительный. Yes, she was. Номер пять. Джан Конгир и Юлия at the zoo on Thursday. Были ли эти ребята в зоопарке в четверг? Здесь два человека. Можно заменить местоимением они, they, поэтому выбираем were. Ищем их имена напротив четверга, Thursday. И Юлия и Джан Конгир были в зоопарке. Значит, ответ положительный. Yes, they were. Номер шесть. Питер at the park on Thursday. Был ли Питер в парке в четверг? Питер можно заменить местоимением he, он. Выбираем was. И для ответа ищем его имя. В четверг Питер был в библиотеке, library. Значит, нужно сделать отрицательный ответ. No, he wasn't. Номер семь. Юлия и Джан Конгир at the zoo on Wednesday. Были ли Юлия и Джан Конгир в театре в среду? Здесь два человека. Можно заменить местоимением they. Выбираем were. В среду они были оба в театре. Значит, ответ yes, they were. Talking about the past. Поговорим о прошлом. Find out about your partner. Нужно составить диалог с партнером. И нам даны слова. Yesterday morning. Вчера утром. Last Monday. Прошлым понедельником. Last Saturday morning. Утром прошлой субботы. Two days ago. Два дня назад. И также даны места, где могут отдыхать люди или находиться. Дан пример, как нужно составлять предложение. Were you at the park yesterday morning? Был ли ты в парке прошлым утром? Или вчера утром? Варианты ответа. Yes, I was. Да, я был. Или no, I wasn't. Нет, я не был. Здесь даны просто примеры. Вы можете составлять предложение на свое усмотрение. Were you at the cinema last Monday? Был ли ты в кино прошлый понедельник? Да, был или не был. Were you at the Zula Saturday morning? Был ли ты в зоопарке? В утром, в прошлую субботу. Тоже да или нет. И were you at the beach two days ago? Был ли ты на пляже два дня назад? Да или нет. Прононциейшн. Произношение. Strong and weak forms. Сильные и слабые формы. Read the table, then listen and repeat. Нет. Прочитай таблицу, потом послушай и повтори. Which sentences contain strong forms, weak forms? Какие предложения содержат сильные формы и слабые формы? John was at school yesterday. Джон был в школе вчера. Это слабая форма. Weak. На слово was нет ударения. Оно not stressed. Was the film good? Был ли фильм хорошим? Это сильная форма. Strong. На нее идет акцент. Ударение. Оно not stressed. The books were on the floor. Книги были на полу. Это weak form. Were they at the gym? Были ли они в спортивном зале? Это strong form. Сильная форма. На слово в идет акцент. Оно stressed. Как можно заметить, сильные формы, strong forms, чаще всего встречаются в вопросах. На эти слова was you were идет акцент ударения. Номер семь. Read the table. How do we form the negative and interrogative form of had? Прочитая таблицу, как мы формируем отрицательную и вопросительную форму глагола had. Had – это past simple от глагола have. В утвердительных предложениях, affirmative, после всех местоимений ставится had. Никаких различий тут нет. Очень легко. В отрицательных предложениях, negative, перед have ставится didn't. Получается didn't have. Здесь уже не had, а have. Потому что его отрицательная часть, в кавкоди, она уже есть в didn't. В вопросительных предложениях, interrogative, did встает на первое место. И глагол становится have. Не had, а have. В коротких ответах, short answers, получается yes и любое местоимение did. Например, yes, I did. No, you didn't. Номер восемь. The picture shows a kitchen from Victorian times in England. Картинка показывает кухню с викторианских времен в Англии. Complete the sentences with had или didn't have. Запомню предложение. Had – имели или didn't have – не имели. Итак, vacuum cleaners. Имели ли люди в 1800-х годах пылесосы? Нет, не имели. На картинке мы их не видим. Значит, пишем didn't have. Следующее. Cookers – плита. На картинке плиты нету, поэтому пишем не имели. Didn't have – cookers. Третье. Fridges – холодильник. В то время еще не было холодильников. На картинке тоже нет. Пишем не имели. Didn't have – didn't have. Fireplaces – камины. На картинке есть камин, поэтому пишем имели. Had – electricity. Электричество. Было ли в то время электричество? Нет, не было. Didn't have – не имели. Televisions. На картинке нет телевизоров. Значит, пишем не имели. Didn't have – computers. Ну, конечно, не было тогда. Didn't have – wooden tables. Деревянные столы. На картинке есть стол или стул. Значит, пишем имели – had. Номер девять. Nine. What did – didn't your partner have at the age of five? Use the phrases to find out. Что твой партнер имел в возрасте пяти лет? Используй предложенные фразы. Long shot hair. Длинные короткие волосы. A dog – собаку. Guitar – гитару. DVD player. Digital camera. A computer. A bike – велосипед. A skateboard. Skate your own room. Свою собственную комнату. Mobile phone. Мобильный телефон. И дан пример. Как нужно составлять диалог. Did you have long hair at the age of five? У тебя были длинные волосы в возрасте пяти лет? И варианты ответа. Да, были. Yes, I did. То есть, я имел. И no, I didn't. Нет, не было. Я не имел. То есть, можно использовать любые фразы из предложенных и составлять диалог. Здесь дан просто пример. Did you have a dog at the age of five? Была ли у тебя собака в возрасте пяти лет? Да или нет? И другой пример. Did you have a guitar at the age of five? Была ли у тебя гитара в возрасте пяти лет? И так далее. Здесь новая тема – could. Could переводится мог или могла. То есть, что-то мог делать в прошлом. В утвердительных предложениях affirmative после всех местоимений ставится could. Никаких особенностей и различий здесь нет. Очень легко. В отрицательных предложениях negative could добавляется not. Или краткая форма couldn't. В вопросительных предложениях interrogative could ставится на первое место. Например, could I или could you. В коротких ответах также после них ставится could. Например, yes, I could или no, I couldn't. Номер 11. Complete with could – мог или couldn't – не мог. В конце предложения в скобках показано – мог или не мог. Если стоит крестик, значит, не мог или не могла. Если стоит галочка, значит, мог или могла. Итак, начнем. Первое. Раван не мог читать в возрасте шести лет. Стоит крестик. Значит, пишем couldn't. Второе. Лаура и Раван не могли писать в возрасте шести лет. Couldn't. Третье. Лаура draw at the age of six. Лаура могла рисовать. В шесть лет стоит галочка. Could – могла. Четвертое. Лаура swim at the age of six. Не могла плавать. Значит, пишем couldn't. Пятое. Раван count at the age of six. Стоит галочка, значит, мог. Раван мог считать в возрасте шести лет. Выбираем could. What could – couldn't your partner do at the age of seven? Use the phrases to find out. Что твой партнер мог или не мог делать в возрасте семи лет? Используй предложенные фразы. Speak English. Разговаривать на английском. Read – читать. Swim – плавать. Ride the bicycle – кататься на велосипеде. Draw – рисовать. Cook – готовить. Play football – играть в футбол. Dive – плавать под водой. Dance – танцевать. Также дан пример, как нужно составлять диалог. Could you speak English at the age of seven? Ты мог говорить на английском в возрасте семи лет? Yes, I could. Да, я мог. Или no, I couldn't. Я не мог. Здесь дан пример. Вы можете составить предложение по своему усмотрению. Could you dance at the age of seven? Ты мог танцевать в семь лет? Да? Или нет? Could you ride a bicycle at the age of seven? Мог ли ты кататься на велосипеде в семь лет? Yes, I could. Или no, I couldn't. 13. Complete the sentences about yourself. Tell your partner. Запомни предложение о себе и расскажи своему партнеру. Здесь также вы можете составлять свой собственный текст. Да, он просто пример. Example. When I was seven years old, I had a bicycle. Когда мне было семь лет, у меня был велосипед. I didn't have a dog. У меня не было собаки. I could read. Я мог читать. I couldn't swim. Я не мог плавать. My favorite toy was my toy car. Моя любимая игрушка была моя игрушечная машинка. My favorite food was pizza. Мое любимое блюдо было пицца. My favorite things were my toy car and my bicycle. Моими любимыми вещами была моя игрушечная машинка и мой велосипед. Моими любимые би soccercam. Моими любимые���感謝, ага. Продолжение следует...